Я бы сказала, что она для Евангельской церкви является такой матерью Терезой. Была ли я идеальным ребенком? Боюсь, что нет. У нас в гостях легендарный человек Бекки Фишер, человек, который посвятил всю свою жизнь служению детям. Я бы сказала, что она для Евангельской церкви является такой матерью Терезой сегодняшнего дня. Она основатель и лидер организации «Дети в служении». Она написала учебные курсы, курсы, которые поднимают людей, которые готовы служить детям, вводя их в познание любви Отца, того, что они могут делать с Богом и в Боге. Потрясающие чудеса происходят, когда дети, у которых есть Царствие Божие, приходят к Нему, и когда это Царствие проявляется через них. Итак, у нас с вами есть возможность узнать больше о женщине, которая всю свою жизнь посвятила служению Творцу и служению маленьким детям. Бекки, я очень рада видеть вас у нас и благодарна вам за то, что вы пришли поделиться с нами историей своей жизни. Пожалуйста, расскажите нам, как вы повстречали Бога, что вы любите в Нем и кто Он для вас, как Господь призвал вас на служение, а также о вашей семье. Пожалуйста, поделитесь, нам очень интересно. Ну что же, моя история немного необычная. Я выросла в христианской семье, мои родители были пасторами, родители моей мамы были пасторами, с папиной стороны четыре моих дяди тоже были пасторами. Поэтому я была окружена этой культурой, христианской культурой. Я влюбилась в Господа в очень раннем возрасте. Я знаю, что мои дедушки и бабушки много молились обо мне. Мне рассказывали, что вышла я вперед в пять лет в церкви и попросила Иисуса войти в мое сердце. Я вышла туда, потому что любила Его, и я любила Его с тех пор и всю мою жизнь. Сколько я себя помню, я никогда не мечтала о том, чтобы отойти от Бога и узнать, какова жизнь без Него. Такого в моей жизни не было. Всю свою жизнь я любила Господа. Честно говоря, я не помню, как я приняла спасение. Об этом мне рассказывала моя мама. Я просто росла и любила Иисуса. Я не помню свое крещение Святым Духом. Я просто с детства говорила на иных языках. Так жила вся моя семья, но я с юных лет сделала эту веру своей. Я всегда любила Господа, но это не значит, что у меня не было сложностей. У меня тоже были проблемы, когда я была подростком, но я никогда не хотела уйти от Господа. Никогда. Я любила Его всю свою жизнь. И это было моим водительством до самого этого дня. Бекки, а у вас есть братья или сестры? Нет, нет. Я единственный ребенок. Единственный. Моя мама тоже единственный ребенок в семье, поэтому мы были очень близки. Я выросла в пастырской семье, как уже сказала. Я слышала много историй о пастырских детях, которым казалось, что они будто бы живут в аквариуме под постоянным наблюдением и осуждением. Я себя так не чувствовала. Мне сложно это понять, потому что мне нравилась моя жизнь в пастырской семье. В моем детстве не было так много отелей, как сегодня, поэтому, когда к нам в церковь приезжали гости, миссионеры из разных стран или проповедники, они всегда останавливались у нас дома. Я помню, как после собрания мы все вместе сидели за одним столом, ужинали, а миссионеры рассказывали свои истории о том, как они бывали в местах, где люди никогда не слышали Евангелие. Они рассказывали о различных чудесах, и все это меня так восхищало. Мама говорила, «Все, пора спать, Бекки». А я просила, «Мама, не закрывай, пожалуйста, дверь, чтобы я могла слышать, что они говорят». Вот что я помню о своем детстве. Была ли я идеальным ребенком? Боюсь, что нет. Я была очень упрямой. И думаю, родителям было со мной непросто. Но я никогда не переставала любить Иисуса. Это все, что я могу сказать. Я любила Иисуса всем сердцем, всю свою жизнь. Бекки, вы видели вокруг себя много сверхъестественного, это правда. Вы видели это в родителях и в своих друзьях? Что происходило вокруг? Да, и Бог приводил меня в восторг. Его дела приводили меня в восторг. Поскольку я была пастырским ребенком, мне приходилось сидеть на собраниях для взрослых. Родители не разрешали мне играть в игры. У нас не было планшетов. Я была научена сидеть и слушать. Каждый день, по часу в день, мама учила меня играть тихо. Я не могла шуметь или включать радио или телевидение. Я могла либо читать книгу, либо рисовать. Так она учила меня сидеть тихо в церкви. Благодаря этому я действительно сидела в церкви, а еще я слушала, что говорили проповедники. С юных лет я была в восторге от Библии. Я помню, как проповедники учили о скинии Моисея и о том, что она про образ Иисуса. Туда входили первосвященники с колокольчиками на их одежде. И все это пленило мое детское воображение. Я запомнила это на всю свою жизнь. Сегодня я сама учу детей о скинии Моисея, о жертвоприношениях, о святом святых и о шахине. Я была в восторге от этих вещей, и я хочу рассказывать о них детям, потому что они вызывали у меня восторг, а значит, вызовут восторг и у других детей. Это уж точно. Все эти вещи сверхъестественные, вы понимаете, и мы должны учить этому детей. Мы должны наставлять их с самого раннего возраста, так же, как было со мной. Спасибо, Бейки, за эту удивительную историю. У нас к вам еще много вопросов. Второй вопрос будет о семье. Что вы можете рассказать нашим зрителям о вашей семье, а также о том, как вы принимали решения, кто будет с вами рядом, как вы выбирали своего супруга. Поделитесь, как это происходило. Я не замужем, даже не знаю, что здесь говорить. Я всегда была очень занятой. Когда я общаюсь с незамужними женщинами, они часто расстраивают меня, потому что могут говорить только о замужестве. В юности я хотела выйти замуж, и мне это было действительно интересно, но больше всего в жизни я хотела служить Богу. В моей юности, в нашей церкви и даже в нашем городе не было молодых людей, которые были бы так же посвящены Иисусу Христу. Мне не были интересны ребята, которые не были на все 100% посвящены служению Господу. И знаете, что произошло? Однажды, когда я училась в старших классах, я встретила молодого человека, который действительно любил Господа. Оглядываясь назад, я благодарю Бога за то, что я не вышла за него замуж. Он был не таким уж и классным парнем, понимаете? Но решающим фактором для меня всегда мое решение следовать за Господом. Если бы рядом появился человек, разделяющий мою страсть, то я была бы этому очень рада. Но я не смогла найти никого с такой же страстью, поэтому никто другой меня и не заинтересовал. Я не собиралась выходить замуж за кого угодно, лишь бы говорить всем вокруг, что я замужем, посмотрите. Мне так жаль женщин, которые пошли на это, и они дорого поплатили за это. Мы учим детей слышать голос Божий, потому что я всем сердцем верю. Если дети научатся слышать голос Бога, то они будут прислушиваться к Нему всю свою жизнь. И когда я рассказываю взрослым о том, что учу детей слышать голос Божий, я спрашиваю, «Разве вы бы не хотели, чтобы кто-то когда-то тоже научил вас слышать Бога?» Потому что многие из вас сегодня не были бы в браке с теми самыми людьми, если бы вы умели слышать Бога. Мы принимаем решения на основании нашей культуры, на основании ожиданий других людей. Иногда мы руководствуемся чувством одиночества и другими подобными вещами, но наши решения должны основываться на нашем посвящении Господу Иисусу, и только тогда все само встанет на места. Скажите, Бекки, вы иногда чувствуете себя одинокой? И что бы вы могли сказать людям, которые, возможно, стоят на распутье сегодня? Они думают, что брак поможет им почувствовать себя принятыми, любимыми. Они хотят, чтобы кто-то позаботился о них. Или же им стоит выбрать ваш путь? Понимаете, для обычного человека этот путь кажется более сложным, возможно, потому что в глазах этого мира вы считаетесь одинокой. Даже на вашем языке таких людей называют одиночками. Так что бы вы могли сказать таким людям, и чувствуете вы себя одинокой? Я не могу назвать себя нормальной, это правда, но я люблю свою жизнь. Оглядываясь назад, я вижу, что я никогда не чувствовала себя одинокой. С одной стороны, у меня очень крепкие отношения с моими родителями. Конечно, с возрастом перестаешь это замечать, но еще у меня очень хорошие и любящие друзья. Я настолько сильно сфокусирована на Божьем призвании, что у меня нет времени на одиночество. Как единственный ребенок в семье, я научилась играть одна и развлекать себя. Плюс я еще и очень общительный человек. Я очень открыта. Я люблю людей и общение, но когда я хочу побыть одна, я остаюсь одна. Думаю, что Бог специально благословил меня такими качествами, глядя на мое призвание, на все эти поездки по миру. Да, это можно делать в паре, и люди часто так делают. Но мне, как женщине, тогда было бы сложнее так сильно посвятить свою жизнь служению. Жена заботится о доме, об одежде, о приготовлении пищи и так далее. Не знаю, готова ли я выйти замуж за мужчину, который хотел бы от меня всего этого. Очень много всяких условностей, вы понимаете. Но в целом, я никогда, никогда не чувствую себя одинокой. Иногда у меня слишком много общения, но мне нравится. Мне нравится так жить. Потому что я так сильно сосредоточена и занята своими делами, что даже не думаю о замужестве, пока кто-то не заговорит об этом. Знаете, когда я начинаю задумываться о замужестве, моим родителям уже 90, и у них появляются определенные нужды, а поскольку я единственный ребенок, в этом году я провела дома 4 месяца, потому что с ними случались разные вещи. Поэтому я думаю о браке только тогда, когда смотрю на них и думаю, кто будет заботиться обо мне, когда мне будет 92. Только тогда я думаю, правильный ли я сделала выбор, правильно ли я поступила. Но я не могла ошибиться, потому что мне не из кого было выбирать. Если мужчина не любил Господа и не строил на нем всю свою жизнь, то такой мужчина был мне неинтересен. А другие мне никогда не попадались, поэтому я ни о чем не жалею. Замечательно. Спасибо, Бекки, за ваш ответ. Думаю, это хорошая новость для тех, кто думает, что они будут счастливы только рядом с кем-то. Вы же посвятили свою жизнь только Богу и отношениям с Ним, и это всегда поддерживало вас. Да. Когда я была ребенком, женщины выбирали в основном только три профессии. Учитель, медсестра или секретарь. Три. А мне не нравилось ничего из этого. Я хотела быть в служении, и поэтому я решила, что для этого мне нужно выйти замуж за пастора. Но в моей жизни никогда не встречался человек с таким призванием. Никогда. Затем я поняла, что я призвана быть в служении, и это именно мое призвание. Бог не призвал меня следовать за кем-то с таким призванием. У меня просто была необычная ситуация. Не знаю, сколько в мире еще таких женщин, как я. Возможно, я кажусь странной, но знаете, при этом я абсолютно счастлива. Абсолютно. И служа детям, вы, наверное, в какой-то мере чувствуете себя матерью. Я правильно понимаю? О, это тоже странный разговор. Не знаю, готовы ли вы услышать, но я никогда не хотела быть матерью. Странно, не так ли? Я была самым неожиданным кандидатом на должность детского служителя в нашей церкви. До этого я провела 20 лет в бизнесе. Я владела бизнесом. Друзья, мы плавно перешли к нашему третьему вопросу, как именно Бейки вошла в призвание, как именно она поняла, что она та, кто она есть, и что есть главная цель ее жизни. Я была не очень хорошим наемным работником, потому что у меня всегда было полно своих идей. Думаю, эти же качества пригодились мне и в служении. Управление служением это тоже бизнес. Да, в нем есть духовная часть, но есть и практическая. Оглядываясь на 20-летний опыт в бизнесе, я скажу, что все, чем я занималась тогда, пригодилось мне сегодня. Было время, когда я владела компанией по изготовлению вывесок. Я художник, я рисовала вывески на машинах, изданиях. Затем эта индустрия изменилась и стала компьютеризированной. Эскиз разрабатывался на компьютере, затем машина вырезала виниловые буквы, которые потом крепились на вывеску. Тогда я начала учиться, как пользоваться компьютером. Я просидела за компьютером множество дней и ночей, создавая видео, учебные планы, веб-сайты и так далее. А началось все это еще тогда. То есть все, чем я занималась те 20 лет, Бог использовал, чтобы подготовить меня к тому, чем я занимаюсь сегодня. Меня часто спрашивают, как я пришла к тому, где я сейчас. А я просто просыпалась каждое утро с таким отношением. Господь, что ты хочешь, чтобы я делала сегодня? Я каждое утро задавала Богу этот вопрос. Что ты хочешь, Господь? Я твердо верю, что если вы просто будете следовать за Божьим голосом, то Он приведет вас туда, где вам нужно быть. Каждый день принимайте решение повиноваться Его воле. Он знает ваше призвание. Я чувствую себя, как Моисей, который не знал своего призвания до 80 лет. Мне было 50, когда я начала это служение. У меня был огромный опыт в разных сферах, но все это готовило меня к тому, чем я занимаюсь сегодня. Поэтому я советую всем, мужчинам, женщинам, молодым и пожилым, если вы хотите найти волю Божью. Люди спрашивают, а как ее найти? Как понять, что это ваше призвание? Я просто каждый день отвечала на Божий призыв. Каждый день я была послушна Его голосу. Каждый день я просыпалась и следовала тому, что было в моем духе. А были ли у вас какие-то видения о вашем служении? Вы понимали, что Бог хочет от вас в будущем? Чего Он ожидает от вас? Как вы понимали это, Бекки? Я росла в Пятидесятнической церкви, но там верили, что время апостолов и пророков уже закончилось. Поэтому я не была знакома с пророческим служением, с толкованием снов и тому подобным. Но когда мне было пятьдесят, Господь напомнил мне об одном случае, о котором я совсем забыла. Когда мне было семь лет, я шла и в припрыжку по тротуару. Я пела песенку и вдруг не зная почему, я сказала «Однажды, когда я вырасту, я буду бабушкой, которую любят все соседские дети». Вы только подумайте. Я буду бабушкой, которую любят все соседские дети. Это удивительно. Во-первых, зачем? Кому-то хотеть стать бабушкой. Большинство девочек хотят стать мамой. Я же хотела стать бабушкой, которую будут любить все соседские дети. Но зачем мне это? Почему соседские? Они мои собственные. Для меня все это казалось бессмысленным, поэтому я никому об этом не рассказывала. Я понятия не имела, что это как-то связано с тем, что Бог вложил в меня. Но когда мне стукнуло пятьдесят, и я начала и вдруг я все поняла. Пятьдесят лет это возраст бабушки. Я начала это служение в пятьдесят, а соседские дети это дети всего мира. Даже в России есть маленькие девочки, которые называют меня мама Бекки, и они рады видеть меня всегда. Вы понимаете? Соседские дети. Мои соседи это весь мир. То есть когда мне было семь, Бог вложил что-то в мой дух, но я понятия не имела, что это было. Только со временем я поняла значение тех самых слов. Бекки, а сколько стран мира охватило ваше служение? И знаете ли вы, сколько детей прошло через ваше служение в целом? Да, я лично служила в 27 или 28 странах мира, но в некоторых из них я была еще до того, как поняла свое призвание. Но у нас также есть лидеры, посвятившие себя нашему служению. Они горят этим служением так же, как и я. Такие представители у нас есть в 12 странах, а недавно добавилась еще и 13 страна, Россия. Мы назначили человека, который будет заниматься программой «Дети в служении в России». То есть сейчас мы в 13 странах мира. Каждый из национальных директоров нашей программы должен учить так же, как учу я. Они должны учить людей в наших школах на своем языке. Мы перевели наши материалы на 13 языков мира. На испанском у нас есть почти все. Благодаря нашим российским лидерам скоро все материалы будут и на русском. Они стараются переводить все как можно быстрее. Латвия тоже переводит наши материалы. Интересно, как все это разрастается. Очень часто Бог приводит ко мне людей, с которыми я вообще не знакома. Но пройдя нашу школу, они подхватывают наше видение и начинают практиковать то, чему мы учим. И они посвящают себя этому служению так же сильно, как и я. Итак, сейчас у нас есть лидеры в 13 странах, но у них есть команды, которые уже начали или готовы начать детские клубы под названием Power Club или Клуб Силы. Сила это Сила Святого Духа, а клуб, потому что дети любят принадлежать ко всяким клубам. У нас есть уже более тысячи таких клубов и более 35 тысяч детей по всему миру каждую неделю регулярно посещают наши клубы. Слава Господу! Господь развивает это служение и мы очень рады. А какое ваше главное желание по отношению к детям, которые присоединились к вашей программе? Знаете, я молюсь и мечтаю о том, чтобы они росли, любя Господа, зная Его и имея с Ним отношения, это самое главное. Под отношениями я имею в виду нечто большее, чем просто рождение свыше. Это лишь начало, но я хочу, чтобы они умели слышать голос Божий, чтобы они любили Божье Слово. Если они полюбят Слово, то все остальное само встанет на свои места. Они будут слышать голос Бога и будут вводимы Духом Святым. Они будут знать, что делать в жизни. Именно об этом я молюсь. Я хочу, чтобы они имели отношение с Иисусом. Вот что я говорю в своем служении. Если вы лишь рассказываете детям библейские истории, но при этом никогда не приводите их в Божье присутствие, то вы даете им религию без взаимоотношений. И сегодня в мире полно таких детей. Мы же хотим, чтобы они вошли в настоящее отношение, а для этого им нужно слышать голос Божий. То есть в основном вы работаете с детьми верующих родителей, правильно? Тех детей, которые ходят в церковь. Да, потому что я призвана в первую очередь к церкви. Я видела огромную дыру в духовном развитии церкви. Это, конечно, совсем другая тема, поэтому не будем о ней, но церкви очень нуждаются в том, чтобы открывать детям более глубокие истины о Боге. Это очень интересно, Бекки. Спасибо вам большое. А сейчас я хотела бы анонсировать нашим зрителям нашу следующую программу с вашим участием о вас, вашем служении и обо всем, что Господь делает через вас, меняя жизни детей. Еще раз большое спасибо вам, Бекки. Спасибо. Спасибо большое, Бекки, за это время. И я хотела бы напомнить вам, дорогие зрители, мы не можем в рамках этой программы охватить все, но вас ждет следующая программа, где Бекки поделится тем, какие именно изменения происходят в жизни детей, что они обретают, как они расцветают, что мы, как взрослые, можем сделать для тех, кто будет нашим сегодняшним и завтрашним днем. Спасибо большое. Спасибо большое. Продолжение следует...